Это очень любопытный набор материалов, потому что здесь знаки обществ. Общество, например, святого Михаила Архангела, так называемые «черные сотни» тоже здесь представлены. Что такое «черные сотни»? Это союз русского народа. Я хочу сказать, что с конца XIX века идея патриотизма, гражданственности, она не только в высших слоях общества, но и в средних, и среди рабочих. В общем, это весьма развивалось и имело такие разные формы. Одни, например, занимались благотворительностью, другие настаивали на своих преимуществах, в том числе рабочие. Одни митинговали или забастовки устраивали, другие говорили о каких-то других приоритетах. И это все через знаковую систему, через эти жетоны. В общем, очень четко проявлено. Я хочу сказать, что недавно у нас здесь был один представитель военной в отставке, который служил в Чечне. Вот он посмотрел на этот знак, который четвертый, за службу на Кавказе. Так вот сейчас создан такой же знак за службу в Чечне. То есть точно такой же знак, но только немножко, скажем, более четкий, в таком же металле практически. По поводу священников, вот, брать внимание, вот, то есть вот эти знаки, то есть они не только, скажем, светские, они еще и религиозные. Там вообще огромное количество молок, это у епископа Христофора. Форма, одежда, система Министерства образования. Вот, ты же видишь, фраки, то есть фраки, сюртуки, допустим, парадные, это белые, вот, обычные, это, скажем, там, темного сукна какого-то, не помню, зеленого, наверное, темно-зеленого. Вот, так, вот, вот этот, вот, наверное, вот этот еще очень хорошо был, потому что здесь крупный план, это Бирское инородческое училище. Тормазим, вот, второе в первом ряду, справа, вот, очень известный просветитель, он морицами, в основном, занимался, вот, и очень многое сделал для просвещения инородцев, но Гуча школу открыла. Вот, видишь, Лера, тоже. Ну, то есть, вот, вот эта система показа мелких предметов через фоторамки, мне кажется, очень уместно, потому что так вот ничего не рассмотришь, потому что все мелкое. Вот, вот, ну, к сожалению, нет возможности показать, как штампы наносились, потому что Сургуча нет, вот, и не знаю, где Сургуч можно найти. Вот, а вообще, вот, на Сургуч накладывалась печать, печать ведомственная, печать частная, вот эта вот уникальная печать, потому что печать завода Бурлана, например. Вот, вот, здесь среди этих печать есть одна, которая вообще имеет отношение к ВЧК, например, вот, или полицейский урядник, например, там, первого участка. ВЧК, 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 В